Приветствую вас, и говоря о вашей проблеме, я бы хотел сразу разделить ее на несколько аспектов, а именно на два аспекта, и из этих аспектов будет состоять мой ответ. Да. Значит, первое, это, собственно, ответ на ваш вопрос. Для информации, ну, для того, чтобы наиболее полно ответить вам на него, ну, желательно бы, конечно, узнать возраст мужчины, его здоровье, желательно, чтобы вы указали также, где мужчина работает, как он работает, какой у него образ жизни, чем он занимается, насколько сильно, например, мужчина, ну, допустим, насколько сильно мужчина устает, скажем так, вот, как надо. Эти моменты могли бы помочь ответить на ваш вопрос более полно, чтобы не заниматься гаданием, чтобы не гасать, и чтобы ответить вам максимально подробно на ваш, собственно, вопрос. Поскольку вы эту информацию не приводите, то я, соответственно, буду исходить из того, что вы пишете, а исходя из того, что вы пишете, довольно-таки, значит, довольно четко, довольно откровенно выходит то, то, что мужчина понял, что по сути дела он теряет вас, он теряет вас из-за того, что не дает вам того, чего вы хотите, то есть секс. И очень, может быть, на мой взгляд, это очевидно, на мой взгляд, это очевидно, что мужчина, увидев, что реально может вас потерять, что вы реально можете от него уйти, и действительно понял, насколько важен для вас, насколько важен для вас секс, и решил вам, ну, решил именно это вам, значит, предоставить. То есть он решил, что именно, поскольку из-за секса вы от него, по сути дела, уходите, да, ну, вот как он увидел, что вы уходите от него, значит, поскольку именно в этом все дело, то он и решил, что если он не даст вам секс, то он рискует вас потерять, а потерять вас, понятное дело, он не может, то есть для него это было бы явно проигрышем, и поэтому, значит, 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 он решил вот так вот себя вести с вами. Далее, значит, ну, совершенно очевидно, что, значит, мужчина увидел, он осознал, что он проигрывает другому мужчине, невозможному сопернику своему, только лишь потому, что он не дает вам, значит, сексуального удовлетворения, да, и это, возможно, это было всегда, возможно, вы ему говорили об этом, конечно же, но он не придавал этому, знаете, такого серьезного значения, пока не увидел, значит, реальную ситуацию, ситуацию, да, реальную ситуацию, в которой вы другому мужчине говорите какие-то вещи, и вот только ощутив унижение, только ощутив себя несостоятельным, мужчина, по сути дела, приходит к выводу, что для вас секс все-таки куда более важен, чем он, ну, чем он думал и чем он не хотел принимать, он этого не хотел принимать, он не хотел этого, видимо, это учитывать, и, собственно, из-за этого сейчас на него снизошло озарение, но одарение какого плана, мужчина понял, что проигрывает в том, что касается секса другим мужчинам, и он понял, что в этом он хуже, чем другие мужчины, и понял, что нужно срочно менять себя в данном направлении, нельзя сказать, и вы здесь совершенно правильно понимаете, что у мужчины резко, внезапно возросла потребность в сексе, нет, такого, на самом деле, вот именно такого, как раз таки, не бывает, действительно, такого не бывает, у мужчины либо есть потребность в сексе, либо нет потребности в сексе, и у вашего мужчины этой потребности изначально не было, соответственно, я не думаю, что она, эта потребность изначально, то есть, я не думаю, что эта потребность у мужчины появилась, просто потому, что, ну, ничто не появляется из ниоткуда, и, как бы, не исчезает никуда, но то, что он понял, что ему нужно быть более активным, если мы говорим о сексе, то да, он сейчас поменял свое отношение ради вас, ради своего самолюбия, ради своей гордости, ради того, чтобы чувствовать себя, не чувствовать себя проигравшим, там, униженным, и еще, там, каким угодно, то здесь, может быть, ну, на самом деле, довольно много разных причин, по которым он может, по которым он мог бы, вот, изменить свое отношение, да, вот, но то, что это не из-за того, что у него, прямо, прямо у него, появилось внезапное желание, или обострилось внезапное желание, значит, заниматься сексом, это совершенно очевидно, дело не в этом, дело, как я уже сказал, в другом, в том, что он понял, что из-за этого он вам, он проигрывает, он проигрывает другим мужчинам, и это его напрягает, это ему тяжело, и в этом контексте, в этом контексте, можно, конечно, говорить о том, что доверять мужчине нельзя, это, ну, действительно так, потому что, вот, как можно доверять человеку, да, если он, там, делает какие-то вещи только потому, что чувствует себя в проигрыше, и, соответственно, если он вновь соответствует себя, как бы, спокойно в ситуации, если он вновь соответствует, что у него все хорошо, если он вновь ощутит, что вы его, что вы все, всем довольны, то потребность секса, естественно, у него будет снова снижаться, и вы вновь будете это ощущать, поэтому я не думаю, что в этом плане действительно мужчине стоит доверять, но, чему действительно стоит доверять, так это тому, что мужчина ради вас, ради вас понимает значение секса, и ради вас мужчина хочет вернуть то, что у вас было, ради вас мужчина хочет сделать так, чтобы вы были довольны, ради вас мужчина хочет заниматься интимной жизнью, и мне кажется, что это, ну, по крайней мере, это похвально, это то, что можно, ну, как бы, это то, за что можно человека, значит, похвалить, это то, что он делает ему честь, это то, что, в общем-то, его, ну, красит, по крайней мере, красит, то есть это то, что вызывает уважение, уважение, он осознает свою ошибку, он понимает, что он не прав, и он хочет это исправить. Ну, в любом случае, подобная позиция, мне кажется, достаточно такой, знаете, гибкой. И если вы говорите, что у вас отношения с ним разорвать не получается, хоть вы и хотите, как я понял, это сделать, и если, значит, ну, как вы говорите, да, что вот, значит, не хочется, то есть вы не хотите этого, то единственный путь для вас, наиболее адекватный, на мой взгляд, в данном случае, это дать мужчине, все-таки, шанс, дать мужчине шанс проявить себя, то есть, раз он говорит, что понял, понял, что, значит, ну, что вам нужно, понял, что вы хотите, понял, что секс, это действительно, что-то необходимое, да, и так далее, и так далее, и так далее. Если он говорит, что это понял, ну, что все, давайте тогда дадим ему возможность доказать вам, что он действительно понял какую-то вещь. Давайте дадим ему возможность действительно исправиться, реабилитироваться, значит, перед вами, и доказать, что он, он, там, достоин доверия, что ему можно доверять, что он может прислушиваться к вам, и так далее. Вот, это логично, логично, логично дать мужчине шанс, шанс себя проявить при условии, что вы не хотите с ним расставаться, это логично. Но, скорее, понимать, как я уже сказал, что делает он это для вас, он это не делает для себя, не потому, что у него либидо повысило, да, он может себе искусственно его повысить, но, тем не менее, мужчина может принимать какие-то препараты, мужчина может повысить уровень тестостерона, и так далее, и так далее, все это он может сделать, вот, но это не является, как бы, естественным изменением зла, естественным изменением потребностей, вот. Это был первый аспект вашего вопроса. Теперь, второй аспект. Второй аспект, мне кажется, куда более важным, чем первый, потому что в нем, в этом втором аспекте, я увидел некоторые вещи, которые заставили меня немножечко насторожиться, я увидел некоторые вещи, которые заставили меня подумать, что в этой ситуации вы не являетесь, скажем так, свободных, в этой ситуации вы не являетесь, скажем так, ну, знаете как, непринужденной, если вот, ну, если можно использовать такие слова, и это на самом деле очень плохо, плохо, что вы не являетесь непринужденной и независимой здесь. Во-первых, значит, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы пишете на суббит. Значит, нет доверия к мужчине, это понятно, но, понимаете, как бы, нет доверия, вот, независимый человек, да, независимый человек, который уверен в себе, который, в общем-то, знает, чего он хочет и прочее, независимый человек, он спокойно может позволить себе довериться кому-то, потому что у него, у этого человека будет отсутствовать серьезная зависимость от того, значит, кому он доверяет. у вас же ситуация складывается немножечко не так. Смотрите, вы пишете, значит, начинает что-либо серьезное, понимая, что велика вероятность скатиться в измены для хоть какой-то личной жизни крайне велика. То есть, у вас здесь идет высокая потребность секса, да, и нежелание ради своего любимого человека, ну, как-то вот, свои потребности, ну, даже не принижать, это было бы неправильно, наверное. Речь о том, скорее, что вы, как бы, готовы сами к измене, по сути дела. То есть, вы говорите, что если мужчина мне не даст того, чего я хочу, то, скорее всего, я буду ему изменять. При этом, вы забываете о таких моральных целях, и при этом вы забываете о том, что, в общем-то, у мужчины могут быть свои проблемы, вы забываете о том, что у мужчины могут быть свои какие-то там сложности, там, да и так далее, вы готовы ему изменить. И вы, как бы, говорите о том, что на измены у вас мужчина, как бы, пасает. То есть, это он, это он виноват в том, что вы ему изменяете. Это он, он виноват в этом. И ситуация, при которой вы говорите подобное, является как бы на самом деле переносом ответственности. То есть вы переносите ответственность с себя на мужчину. Вы готовы изменять, вы не готовы бороться за отношения, не готовы выстраивать их, вы не готовы к мужчине проявлять честное отношение. То есть стоит, что именно значит честное отношение. Честное отношение это значит, что, вот вы пишите вначале, расстались по моей инициативе ввиду отсутствия секса. Понятно. Ввиду отсутствия секса, все это ясно, что секса нет, нет комфорта, это понятно. Удовлетворение нет, это естественно, это нормально. Мне нормально другое, что вы позволяете себе, как бы, ну, уступать в связь с другими мужчинами, находясь в отношениях с этим. Ну, если вы, если вы видите, что ваш мужчина вас не удовлетворяет, ну, вы как бы закончите с ним отношения полностью, завершите их, начните отношения с другим. Нет, вы говорите про тогдашнего уходя. То есть, смотрите, мужчина о вас заботится, мужчина вам что-то дает помимо секса, вам это нужно, вы не хотите это терять. Но и секс вам нужен. И по сути дела вы готовы разделить эти свои потребности между двумя или больше мужчинами. Это нужно понимать. Нужно понимать этот момент. Нужно четко его фиксировать. Либо вы, как бы, не принимаете своего мужчин, да, он не хочет секса, не нужен был ему секс, хорошо, но вы-то его, получается, принимали все равно. И принимая его, смотрели еще и на других мужчин, да, в плане секса. Это не есть уважительно по отношению к мужчине. Если вы любите человека, вы принимаете его, если он вас не удовлетворяет, вы его, как бы, от себя отталкиваете и вступаете в отношения с тем, кто вас удовлетворяет. Но не вот так. Получается, что вы зависимы, вы зависимы от того, что дает вам мужчина, ваш, и вы зависимы также и от секса, вам нужен секс. Ну и тогда какие-то потребности вам нужно удовлетворять самостоятельно. Но не сексом. Только при условии, при условии, точнее даже не так, исключением из этого является то, что вы с мужчиной можете договориться. Просто договориться, сказать, ну, ты мне секса не даешь? Нет. Тогда мне с тобой хорошо, мне с тобой комфортно, я готова с тобой жить, но, прости, я буду секс получать на стороне. Как же к этому относится? Вот. И, соответственно, мужскую позицию на этот счет необходимо выслушать. То есть, либо он вам дает секс, либо он вас удовлетворяет так, как вам надо, либо нет. И тогда вы уже, как бы, можете смело искать себе партнера для секса. Но это все нужно, нужно, чтобы было честно, нужно, чтобы это все было открыто. Понимаете? Это очень важный момент. Далее. Значит, спрощаться с ним так не хочется, это понятно. Значит, были у вас случаи, когда человек вот так внезапно на самом деле перенагрался и скоро не менял свое отношение к сексу. Понимаете, отношение к сексу изменить можно, это нормально, это легко, в принципе. Хотеть секса и нуждаемость в сексе, это совсем другое. Может быть, мужчина сейчас понял, что секс это важно. Ради вас, ради себя, он понял. И он изменил свое отношение к сексу, да. Но мы этого не знаем, это вам нужно попробовать, это вам нужно дать ему шанс для этого. Вот так вот, на основании одного вашего текста, нельзя сказать, изменился ли он или нет. Но то, что такие изменения происходили, это совершенно очевидно. Значит, да, это возможно. И вот далее, далее вы пишите самую главную вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Вы пишите, мне страшно снова испытать эту боль, не веря в себя, когда чувствуешь, словно женщину в себе просто растоптали. Чувствовать себя нежеланной, очень неприятно и болезненно. Не хочется вступать в эту лужу еще раз. А вот этот момент говорит о том, что у вас, у самой, есть определенные внутренние проблемы, которые и заставляют вас смотреть на других мужчин, которые и заставляют вас быть склонны к измене, и которые обуславливают у вас такое отношение к сексу. Я поясню. Я поясню. Это боль, не веря в себя, когда чувствуешь, словно женщину в тебе просто растоптали. И это все вы говорите только потому, что мужчина не дает вам секса. При этом он о вас заботится, как никто другой уже несколько лет. То есть забота о вас есть. Восприятие о вас как женщины тоже есть. Нету секса. И отсутствие секса вы воспринимаете как собственную непривлекательность, как собственную неполноценность. Вам от этого больно, и вы от этого чувствуете, не веря в себя. И возникает вопрос, который является, на мой взгляд, здесь самым важным. Самым важным вопросом. Почему вы переносите нежелание мужчины секса на себя? Ну, не хочет мужчина секса. Понимаете, что? Он любит вас. Он хочет быть с вами. Он явно вами дорожит. Он явно ценит вас. Он не грубит, не бьет вас. Он не унижает. Ничего такого у него нет. Все с этим, все в порядке. Вы говорите, что вы как женщина растоптан. Только из-за того, что мужчина не дает вам секса. И я хочу спросить у вас, почему секс для вас так важен для личной самооценки. У вас секс – это потребность физическая, или у вас секс – это потребность психологическая. И если эта потребность психологическая, что через психологическую потребность вы пытаетесь в себе реализовать? Повысить ли уверенность в себе? Побороть какой-то свой страх? Кстати, вот вы пишете, что, значит, мне страшно снова испытать боль, говорите вы. То есть вы боитесь, вы боитесь боли. А почему эта боль возникла у вас? Понимаете? Почему эта боль возникла у вас? На самом деле, у вас бывают мужчины, у которых либидо вообще понижено. Это, ну, просто природная такая черта. Он живет с женщиной, секса у них немного, и все. Что и почему женщина в этой ситуации должна чувствовать себя так, как чувствуете себя вы? Это является основным вопросом. Ваш мотив, ваш стимул к тому, чтобы, значит, ну, стремиться к интимным отношениям. Что они для вас? Если просто физическая потребность, я не думаю, что вы написали бы то, что написали в последних двух строчках. А значит, это потребность психологическая. А значит, вы не уверены в себе. А значит, секс вам нужен для того, чтобы что-то в себе компенсировать, что-то в себе реализовывать. А значит, и секс, и ваш мужчина, и другие мужчины для вас средства. Это средства для реализации своих каких-то противоречий, средства для доказывания в себе, что вы достойная, привлекательная женщина. И на мой взгляд, то, с чем нужно с вами работать, это проработка отсутствия связи между привлекательностью женщины, вместо ее сексуальностью и желанием мужчины заниматься сексом. Между этими двумя аспектами нет никакой связи, кроме только вашей субъективной связи, обусловленной личными страхами, неуверенностью в себе и так далее. И вот эта связь, ее условия, ее черты, ее производные, точнее, не производные, а ее среду появления нужно исследовать у вас. Почему эта связь появилась? Откуда такая установка у вас взялась? С чем она, эта установка, связана, и ее нужно переформировать? Потому что эта установка в корне неверна. У мужчины могут быть свои проблемы. У мужчин могут быть свои, там, трудности и так далее. Мы не знаем, почему мужчине вашему не нужен секс. Но вы гласите, что вы чувствуете себя растоптанной женщиной. Это говорит о том, что вы думаете по большому счету о себе в отношениях в плане секса, а это также не есть хорошо. Вполне возможно, что и вашу сексуальную позицию, и вашу личностную позицию необходимо пересмотреть. Потому что в сексуальной позиции нацеленность должна быть не на себя, а на другого. В сексуальной позиции стремление к удовольствию не своему, а к удовольствию другого. И сексуальной позиции нет связи между собственной сексуальностью и, насколько высказывает симпатию и возделение, партмет. Ибо это никак не связано. Далее. Личностная позиция – это то, что для вас значит секс. Сейчас он для вас имеет высокое значение. Неоправданно высокое и не только физическое. И вот не только физическое, а психологическое значение. То есть, что через секс вы пытаетесь достичь, нужно с этим вам разбираться. Нужно это вам понимать. И чтобы, когда вы стали увереннее в себе, да, для вас секс имел меньше значения. И имел бы ровно такое, какое он должен иметь, какое ему отведено. Но для вас же секс – это одно средство. Средство удовлетворения не только физических, но и психологических потребностей. И вот именно пока у вас будет так, пока секс будет оставаться средством для психологических потребностей, для реализации психологических потребностей, у вас будут подобные проблемы. Вам будет больно, вы будете бояться, вам будет страстно. В действительности, вот именно страха и боли здесь не нужно. Отношения любые не могут быть свободными, если в них есть страх и если в них есть боль. И в данном случае, в данном случае, эту боль вам причиняет не мужчина, точнее не только он, но и вы сами себе. И вот чтобы этот фактор исключить, нужно с вами работать. Далее, вы говорите о том, что не получается отношения с этим мужчиной завершить и не хочется. Не хочется – почему? Не получается – тоже почему. Вы, если вы не хотите – это одно, если не получается – это другое. Но у вас здесь наблюдается противоречие. Либо не хочется, либо не получается. На самом деле, не получается – это опять же, потому что в глубине души не хочется. То есть вам не хочется. Но здесь необходимо взвешивать за и против. Если вы удовлетворены этим мужчиной всем, помимо секса, то опять же вопрос с сексом нужно решать. И решать его нужно в том ключе, в каком я сказал. Если у вас минусов больше, тогда нельзя от этого мужчины уходить. Но если не получается, если вы не молитесь, тогда у вас зависимость. И если у вас зависимость, то опять же, с зависимостью нужно работать. То есть понимать, почему вы зависимы, в чем вы зависимы, как правильно реализовывать вашу потребность, из-за которой вы зависимы. Потому что зависимость – это всегда потребность. А потребность проистекает из своего рода незаполненности. То есть невозможность самостоятельно удовлетворить что-то. И из-за этого появляется потребность эту пустоту, незаполненность заполнить. И так раздается зависимость. И с этим тоже нужно работать. Чтобы вы становились более равноправным, более равным, более независимым, более свободным партнером отношений. И в сексуальных, и в личностных тоже. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались. Пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok